Здравствуйте, уважаемые студенты! Вашему вниманию представляется очередная лекция по дисциплине методикой преподавания специальных дисциплин. Тема называется «Учебные планы. Типовые рабочие программы учебного дисциплина. Индивидуальные и календарные учебные планы». В этой лекции мы с вами рассматриваем вопросы «Учебные планы. Типовые рабочие программы учебного дисциплина. Требования к структурным элементам типовых программ учебного дисциплина. Индивидуальные планы преподавателей и календарные планы». Учебные планы. Типовые рабочие программы учебного дисциплина. Основные задачи базового вуза состоят в соответствии учебных планов и программ по конкретным направлениям образования. При введении на каждое преподавание новых дисциплин преподавателю специальных дисциплин необходимо уметь разрабатывать типовые рабочие программы учебного дисциплина. Под программой учебной дисциплины понимается нормативный документ, в котором определены содержания образования и наиболее целесообразные способы организации и усвоения студентами источники информации. Утвержденный учебный план руководителем образовательного учреждения является нормативным документом, который выдается в учебной части на каждую специальную кафедру при исполнении на учебный год. На каждой кафедре учебной части выдаются бланки индивидуальных календарных планов. Рабочая программа отличается от типовой программы лишь развивкой тем на конкретную лекцию. Учебные планы и типовые программы по направлению бакалавра и специальности магистратуры, учрежденные государственные органы высшего и среднего специального образования, это нормативные документы высшего образования. Учебные планы и типовые программы утверждаются Министерством высшего и среднего специального образования. Вот здесь приведена схема учебного плана. Учебный план утверждается Министерством высшего образования, академической степени магистра и специальность 5А, 5, 212, 12. Раньше это магистическая специальность была такая, в настоящее время 5А, 340, 601 или 602, или 603. Вот как у направлений бакалавриата. Вот значит здесь первый столбик здесь дается номер регистрации, регистрационный номер. В том же столбе значит наименование предмета и следующий столбик здесь дается значит общее количество часов отпущенных на дисциплину, количество лекций, лабораторных работ, практических занятий и курсовых работ и самостоятельная подготовка. И последние вот 4 столбца это каждый столбик соответствует семестру. Первый столбик – первый семестр, второй столбик – второй семестр, третий столбик – третий семестр, четвертый, столбик – четвертый семестр. Значит данный предмет, в каком семестре, сколько часов проходит, указывается на этих столбцах. Рабочий учебный программ по дисциплине составляется на основе типового учебного плана. Программа учебного предмета – это рабочий документ, определяющий содержание учебного предмета и методику его преподавания. Рабочий учебный план составляется на основе утвержденного учебного плана, рекомендованного полномоченным государственным органом по управлению образованием. Рабочая учебная программа по предметам утверждает руководитель учебного заведения. Учебный план представляет собой нормативный документ, который определяет виды учебной деятельности, состав учебных предметов и курсов, последовательность их изучения и объем учебной нагрузки. Типовая учебная программа – это документ, подробно раскрывающий степень усвоения необходимого минимума учебного материала. Структурный элемент для типовых программ учебной деятельности является введение, содержание лекционного материала, примерно содержание тем практических занятий, примерно содержание тем расширных графических работ, рефератов, курсовая работа, проект какой-то и литература. Требования к структурным элементам типовых программ учебной дисциплины. В введении указываются основные цели и задачи учебной дисциплины, ее назначение, требования к знаниям, умениям, навыкам по учебной дисциплине. Перечень учебной дисциплины и их разделов необходимых для изучения данной учебной дисциплины. По видам минимума требования, качество выполнения заданий, по видам практических аудиторных занятий, метод преподавания. Содержание лекционного материала представляется в традиционной форме, строго создая последствия. Раздел, глава, тема, подтема. Название разделов и глав всегда пишется с новой строки. Рекомендуемое на самообразование под темой или темой отсутствие курсивом. Содержание разделов или главы рекомендуется заканчивать указанием литературных источников. Это особенно важно в случае отсутствия специального учебника или учебного пособия. Название разделов, глав, тем имеют сквозную нумерацию. Примерное содержание темы практических или семинарских занятий. Рекомендуемые темы практических занятий представляют последующие формы. Название темы практического занятия. Содержание темы с указанием обязательного минимума заданий и конкретной литературной источники. Темы обязательных практических занятий отмечаются звездочкой. Порядок организации выполнения практических занятий. Количество рекомендуемых тем практических занятий должно быть несколько больше, предусмотренного типовым учебным планом с учетом на перспективу уменьшения лекционных кусок в ходе практических занятий. Название темы выделяется жирным шрифтом. Название тем практических занятий и их содержание оформляется в табличной форме. Вот таблица темы практических занятий, темы лекционных материалов, название темы практических занятий и их содержание. И вот в столбце под каждым этим названием остается то, что здесь указано. Курсовая работа или курсовой проект. В содержании курсовой работы или проекта необходимо указать следующие требования. Указать цель и содержание курсовой работы или проекта, рекомендуемые темы, а также объемы работы. Требования к обязательному минимуму знаний, умений и навыков при выполнении курсовой работы. Порядок выполнения и защита курсовой работы. И далее идет список литературы. В конце пояснительной записки курсового проекта или работы следует привести список использованной литературы отдельно, основной и дополнительный. Вот это образец типовой программы, когда написано на государственной диске, значит это для направления мосты и тоннелей. Это типовая программа дисциплины мосты и тоннелей. Это вот титул, здесь дается направление образования, отрасль образования и отрасль знаний. Приводится и кем, и когда это утверждено, на каком заседании, где рассмотрено. В основном учебно-методические объединения или учебно-методический совет института рассматривает и утверждает или представляет утверждение в кардационный центр учебно-методического объединения. Здесь приводятся составители и также рецензенты. Ну и вот введение приблизительность, этот предмет для каких направлений читается, а потом цели и задачи данного предмета. Потом идут требования к знаниям, навыкам и квалификации по данному предмету, что должны представлять, что должны знать и уметь пользоваться. И такими навыками должны овладеть макалавры по окончании или по изучению данного предмета. Ну и здесь еще приводится связь данного предмета с другими направлениями, с другими дисциплинами. Ну в основном, если идет речь, скажем, о механике грунтов, то, скажем, они должны быть тесны, связанные с инженерной геологией, механиками грунтов, с определенными материалами, общей математикой и таким вот другим предметом. Ну и, конечно, любезто дисциплины, скажем, на производстве. То есть здесь указывается, какие, например, проводятся работы в действительной практике представительствий дорог, мостов и других трансовых сооружений. Обязательно учитываются, скажем, результаты обучения данного предмета. Ну вот приблизительно из чего состоит эта типовая программа. Это значит, введение было, там связи с другими этим. Потом идет основная часть преподаваемого материала. К основной части относятся, значит, лекционные занятия. Потом, ну, здесь название лекционных занятий, скажем. Здесь идет вопрос об... Общие понятия о мостах через автомобильные дороги. Общие понятия о железнодетонных мостах, итальянских мостах и так далее. И затем идет образование, способы, методы и, скажем, рекомендации, указаний по организации фактических занятий. Далее идет речь о организации самовыразовании студентов. С ним также относятся курсовые проекты и курсовые работы. Дальше идет об информационно-методическом обеспечении программы. К ним относятся, значит, какие средства, компьютерные средства, библиотеки, данные, оборудование, специальные аудитории и так далее. И далее идет список использованной литературы, где, значит, обязательно должны быть учебники и учебные фасоли. Вот приблизительно с такой формы должна исправиться типовая программа. Дальше будет идти разговор о индивидуальных планах профессорского преподавательского состава. В учебной части на каждую кафедру даются бланки для составления индивидуального плана работы каждому преподавателю на учебный год. Форма бланка индивидуального плана работы преподавателя на учебный год проведена в приложении. Инвидидуальный план состоит из семи разделов. Ну, здесь вот семь разделов написано фактически каждый год по усмотрению, скажем, министерства или же ректората, то есть руководства органов вуза. Форма и разделы индивидуальных планов могут менять. Ну, это в основном, когда из семи разделов на первом разделе приводится учебная работа преподавателя в последний месяц и семи метров. Планы скорректированы и фактически. Во втором разделе приводится учебно-металлическая работа преподавателя, который вам наметен на выполнение учебного года. То есть вторая половина дня там называется. Здесь приводится 10 важных работ, которые предлагаются для выполнения. Ну, сейчас в данное время новую норму времени выходит. Она меняется каждые 2-3 года. И вот это перечень возможностей работ каждый раз меняется. Где величество, где что и что соотношается. В третьем разделе приводится научная и исследовательская работа, состоящая из ших и наименований. Одной из главных работ является выполнение газовиджетов и господобороны научно-исследовательской работы в последний месяц и семестр. Участие в работе специально-советов и другие. И четвертый раздел подчинен повышение квалификации преподавателей, спешим, возможно, в работе и наименований. Ну, это повышение квалификации тоже обязательно минимум. Обязательно в три года один раз должен проходить повышение квалификации. Поэтому в последнее время специального раздела для отметки повышения квалификации Дениса и Штуры. Ну, это задача кандидации, экзаменов, подготовки, изучение квалификации, комментирование на факультет Поплоте и стажировку. Участие в нашем семинаре в последнем веке, который второй и доставки и так далее. В пятый раздел приводится, в пятом разделе приводится, организационно-методическая работа, как участие в участии в исследовании факультетов и в советах Поплоте и вуза, организационно-методическая работа по заданиям органам правительственной школы, декората, 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 декората. Работа в вузе сентября представлена в шестом разделе. Следующая возможность работы начитывает шесть наименований. Главное из них является работа в качестве достанет учебных. Ну, в настоящее время называют ее как кураторы. Седьмой раздел отражает общественную работу. Второй раздел, который запускает чтение лекций на производстве и среди населения, в махалях и участие в работе и, соответственно, в советах и другие работы. Четвертый раздел, почитать повышение квалификации, преподательствия, невозможно работать. Следующая возможность начитывает шесть наименований. Главное из них является работа в качестве наставника учебных групп. Седьмой раздел отражает общественную работу препаратов, которые в течение лекций на производстве и среди наследия и жительства приемных ректоров и следствия обширительного института. То есть, в настоящее время называются «Тень кафедры в обширительстве». Научно-сельская работа преподавателей выполняется по госбюджетной, по договорной и государственной тематике. Для заключения договора по последней тематике предварительно составляется так называемый исследовательский проект, в котором нужно ответить на 26 вопросов по установленной форме. Методики и форма составления исследовательского проекта проведена в половине года. Норма времени в часах для выполнения распространения, чем на улице приведена в половине периода. Индивидиальный план составляется и подписывается преподавательный. Подписывается заведующим кафедрой и создавательный кафедрой. Календарные планы. В первой половине листа календарного плана проведены недели, часы и темы электронного занятия коллектива. А в второй половине листа – недели и часы практически за ним. На последней странице календарного плана приводится наименование курсового проекта работы со сроками выполнения раздела «Неделя в час». Календарный план составляется преподавателем. Подписывается преподавателем заведующего проекта и предупреждается декану по трубе. Ну и здесь приводится к контрольным вопросам по проекту сотрудной темы. Это для учреждения освоены вами лекции. Вот здесь, прочитав вопросы, можете поместить лекции и найти ответ на данный вопрос. Если какие-то затруднения, вопросы будут, можете обращаться к преподавателю. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...